Если в начале 90-х искусственный интеллект относился к разряду секретных материалов, то сейчас его развитие – одна из приоритетных задач на федеральном уровне. Разработки ульяновских компаний позволяют в режиме реального времени оследить ситуацию сразу в нескольких городах одновременно по разным блокам – энергетика, дорожное хозяйство, общественный транспорт. Есть блок, который мониторит температурный режим в зданиях, потребление коммунальных услуг. И все это функционирует на уже существующем оборудовании. Как правило, не требуется каких-то больших затрат, чтобы все это поменять и сгустить такому. Современные антитехнологии позволяют совершать покупки, не выходя из дома. И в этом также заслуга ульяновских компаний. Знакомые всем интернет-магазины и маркетплейсы, площадки, где свою продукцию представляют сразу несколько продавцов, разработаны региональными специалистами. Сегодня они работают сразу с 170 странами, среди которых Америка, Азия и Европа. Мы разрабатываем продукты, сервисы и проекты в сфере электронной коммерции. Главный наш продукт – это программные платформы CSK для создания интернет-магазинов и онлайн-торговых центров, маркетплейсов. Также на основе этой платформы мы делаем разные уровни проекты уже конкретного заказчика. Также у нас есть сервис Search Nice, который позволяет владельцам интернет-магазинов увеличить конверсию. Сейчас перед Ульяновской областью стоит новая задача – обеспечить качественное покрытие всех населенных пунктов мобильной связью и интернетом. Программа по реализации рассчитана на пять лет. Она включает в себя и наличие мобильного интернета вдоль автомобильных дорог. Как отметил министр цифрового развития связи и коммуникации Российской Федерации Максут Шадаев, задача непростая, но объединив усилия, вполне реальная. Покрытие мобильной связью и мобильным интернетом в области оставляет желать лучшего. Вот мы во время нашей беседы с Максутом Игоревичем договорились, что разработаем сейчас программу на пять лет по этапному улучшению покрытия мобильной связью и интернетом области. Мы поможем собираторам связи, которые будут развивать эту инфраструктуру вдоль автомобильных дорог. Это не всегда им выгодно, но если мы будем работать совместно, я думаю, что мы в ближайшие три года все крупные автодороги, федеральные, точно обеспечим мобильным интернетом. А пока информационные технологии продолжают развиваться, государство стимулирует внедрение цифровых инноваций. К примеру, в Ульяновской области действует ряд региональных видов поддержки. В этом числе налоговые льготы, инновационный и цифровой ваучер, каждый из которых номиналом до 200 тысяч рублей. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда ТВ.